Девушки отдыхают Девушки отдыхают Эта программа чем-то напомнила нам старый добрый Вальпенштайн А чем непонятно? Может быть атмосферой? А может быть логикой? Так или иначе мы сочли это лишним поводом вспомнить те времена, когда мы с увлечением играли в Вальпенштайн на одном 286 компьютере всем фрунзенским районам города Москвы Чазм сделан очень грамотно со всех точек зрения Здесь используется достаточно современный динамический каркас от игры Quake Вместе с тем эта игра прекрасно работает и на 486 процессорах Если вы еще помните, что это такое Поведение врагов существенно обогатилось А это очень важно, ибо по ходу игры вы общаетесь в основном с ними В частности, если вы отстрелите кому-нибудь из них руку с оружием То солдат бросится в рукопашную И будет награждать вас тумаками Пока вы не оборвете нить его жизни Да, а если вы отстрелите ему голову Она будет катиться по земле и петь песню Долг солдат спеши исполнить свой Даже если смерть витает над тобой Но это, конечно, преувеличение Зато авторы программы взяли на себя труд объяснить Из-за чего, собственно, вы вступаете в конфликт с этими людьми Дело в том, что на землю воровским способом проникли некие тайм-страйкеры Для того, чтобы все у нас разорить Появляются они из каких-то туннелей времени И сеют вокруг себя смерть и разрушение Об этом вы узнаете от ученого по имени Стрикленд Который инструктирует вас в начале миссии Ваш герой — это боец спецподразделения Который в одиночку должен покончить с интервенцией тайм-страйкеров Да, мы согласны, что тайм-страйкеры — это ужасно Но для рядового гражданина куда опаснее попасть в лапы тайм-шерщиков Так что будьте бдительны, господа А что это он пишет? Кто? А, он требует прибавки к заработной плате За что? Ну, за усердие Ладно Мы заметили, что активность отечественных производителей компьютерных игр растет день ото дня Следующий сюжет расскажет о нескольких программах, которые должны скоро появиться на рынке Стратегия в реальном времени Всеслав Чародей является первой частью совместного проекта нескольких российских компаний Который называется «Летопись времен» Действие Всеслава разворачивается в Древней Руси XII века Игра рассказывает о противостоянии князей Всеслава и Драгомира Который осаждает долину Изяславля Известную как «Долина спящего леса», где хранится легендарный Турим-Ваал «Огненный меч» Помимо оригинального сюжета, разработчики обещают красивый и удобный интерфейс и новый подход к жанру реал-тайм-стратегии В отличие от большинства отечественных программных продуктов, Всеслав будет ориентирован в основном на внутренний рынок Следующая игра «Элотс» Тоже пока доступна лишь в виде деморолика Известно, что она будет принадлежать к популярному жанру «Стратегия плюс РПГ» О реальных качествах игры судить пока трудно Но на нас благоприятное впечатление произвели картинки, показанные в ролике Мы с нетерпением будем ждать выхода полной версии программы И обязательно поделимся с вами впечатлениями И, наконец, в юго пустыни Нам показалось, что она может считаться наследницей игры «Противостояние», которая была первой качественной российской игрой в жанре тактических симуляторов В юго должна заинтересовать людей, которые увлекаются оружием и военной техникой В академическом смысле, разумеется Изготовители утверждают, что поведение любого танка или самолета на поле боя Точно соответствует действиям реального прототипа Вплоть до таких деталей, как время поворота танковой башни или скорострельности зенитного пулемета Все эти игры должны вот-вот появиться на рынке И если они покажутся нам интересными, мы обязательно расскажем о них в следующих программах А вы не могли бы советоваться со мной, когда нанимаете новых сотрудников? Ну конечно, конечно, ну что вы так волнуетесь? Передает что-то? Да нет, что-то постирало, наверное Постирало? Ладно Перед играющим в следующую программу тоже остро станет вопрос подбора кадров Она называется War Incorporated Корпорация Война Среди людей, которые были замешаны в изготовлении этой игры Очевидно присутствовали выпускники современных циничных бизнес-колледжей Там, как известно, учат, что частное предпринимательство Постепенно обращает внимание и на те сферы деятельности Которые раньше считались прерогативой государства Ну, взять, к примеру, войну Почему-то принято считать, что войны должны вестись Исключительно силами государственных учреждений, министерств и ведомств Однако давно доказано, что частные предприятия, как правило, работают эффективнее А если есть конкуренция, то и дешевле государственных Логично предположить, что в будущем энергичные предприниматели выйдут на рынок вооруженных конфликтов Давай! Кхм-кхм Вам надоело соседнее государство? Докучают его вооруженные силы? Воренкорпорейтед решит все ваши проблемы Обращайтесь в наш офис или к региональным представителям Сила тоже бывает нежной Хорошо Итак, по замыслу создателей этой программы вам нужно возглавить крупный концерн, берущий подряд на войну По жанру игра относится к реал-тайм стратегиям, поэтому помимо кровопролитых сражений вы будете заниматься и тыловым обеспечением Мы считаем, что эту игру надо обязательно включить в программу обучения молодых российских предпринимателей Бизнес есть бизнес Внимание поклонников сетевых сражений! Программа Отвинта и корпорация ViewSonic объявляют об открытом чемпионате по игре в Дюк-Нюкем Принять участие в турнире могут все желающие Для этого нужно прислать письмо с номером вашего телефона и кратким рассказом о себе Правила игры мы сообщим дополнительно Победители ожидают всеобщее поклонение и хорошие призы Дюк-Нюкем в мастер! Вот и все на сегодня Покупайте лицензионную продукцию Гейм, как говорится, оба До следующей встречи